Здравствуйте! Это новости Дагестана в студии Джамиля Шарипова и коротко о главных темах. Дурманищая находка в Тарумовском районе. У местного жителя обнаружили марихуану. Дурманищая находка в Тарумовском районе. День защитника Отечества. Даже в праздничные дни дозорные рубежи нашей Родины не отдыхают. Днем и ночью в высокогорном Цунтинском районе пограничники заставы Терутли несут боевую вахту. Чтобы поздравить стражей границы, в заснеженные горы на вертолете отправилась и наш корреспондент Луиза Раджабова. Ей слово. Эти заснеженные горы Цунтинского района граничат с Грузией и охраняются пограничной службой ФСБ России по республике Дагестан. Добраться сюда достаточно сложная задача. Один из вариантов только вертолет Ми-8. Здесь в горах Дагестана начинается Россия. Труднодоступный горный участок Терутли пограничниками изучен досконально. Кругом заснежены горы и отвесные скалы. Но невзирая на погоду и труднодоступность территории, пограничный наряд выдвигается в горы. На заставе тревога нарушитель на этот раз учебный четвероногий напарник по кличке Бонд не Джеймс и все же он один из лучших в своем деле. С нарушителем не церемонится, а вот с хозяином очень добр и понимает каждое слово. Собаку надо подходить с самого щенка, надо получить миссию в 4-5 и находить общий язык. И потом потихоньку трескрывать по командам. Служба на границе и семья. Миссия выполнима. Для молодой семьи Тютеревых пограничная жизнь на Кавказе только начинается. Профессиональный лингвист Анастасия с дагестанскими языками уже познакомилась. Квартира обустроена, здесь порядок и уют. Все условия для того, чтобы супруг мог отдохнуть после напряженного рабочего дня. Переехали недавно, в декабре месяце с Мурманска. Нас перевели сюда. Конечно, после него Дагестан кажется совершенно другим. Там было холодно, здесь очень тепло. И вообще атмосфера вся, и люди другие. Но мне нравится. На погранзаставе служба несет и прекрасный пол. Рабочий день по темат состоит из множества дел, не терпящих отлагательств. Ее спасительные навыки должны быть практически безграничными при несчастном случае и любой другой критической ситуации. Заключается моя работа, в первую очередь, это санитарное состояние подразделения, осмотр водителей, предрейсовый осмотр водителей, еще осмотр поваров. Каждое утро перед заступлением на наличие каких-нибудь инфекционных или гнойных, каких-нибудь патологий, инфекций. Далеко все-таки, в горах, не в городе получается. Как вообще для тебя это? Я к этому уже привыкла. В этом ничего такого страшного нет. Наоборот, где-то что-то увлекательное, где-то что-то новое. Я всегда любила, в принципе, риск. Поэтому я свое нашла, можно сказать, здесь. Отделение Терутли до смены места дислокации было известно как «Застава Мокок». Командовал ею герой России капитан Радим Халиков, трагически погибший вместе с девятерыми подчиненными 15 декабря 2003 года в бою с бандой Руслана Гилаева. О подвиге своих предшественников Терутли знает каждый сотрудник. Понимая, насколько ответственна эта служба, каждый из защитников рубежей несет боевую вакту с честью. У жителя Тарумовского района обнаружена марихуана весом более 300 грамм. Сотрудниками ОМВД в ходе проведения оперативных мероприятий на окраине селения Тарумовка задержан 31-летний местный житель. Он доставлен в отделение полиции, а изъятая направлена на экспертизу. Возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы от 3 до 10 лет. Дагестанский пастух закопал знакомого в Калмыцкой степи. На летнем пастбище в Калмыкии пастух 1995 года рождения до смерти забил коллегу. В ход шли и кулаки, и ноги. От полученных тяжких телесных повреждений потерпевший скончался на месте, после чего обвиняемый, чтобы скрыть преступление, захоронил труп. Тяжкое преступление было совершено еще в сентябре 2014 года, а раскрыто недавно. По стуху предъявлено обвинение по части 4 статьи 111. Уголовное дело направлено в суд. Сломал браслет и убежал. Житель Дагестана Махи Идрисов, некогда арестованный за хранение оружия, а в медиапространстве упоминаемый как вице-президент футбольного клуба Анджи и друг Рамзан Кадырова, сумел сбежать. Его предположительное местонахождение – один из соседних регионов. Обвиняемый находился под домашним арестом. Напомним, что в сентябре прошлого года в доме Махи Идрисова было обнаружено три автомата Калашникова, помповое ружье, два пистолета Стечкина, пистолет Макарова, гранаты, пистолет Ярыгина и еще один пистолет неустановленной марки. Помимо этого было найдено коллекционное холодное оружие и несколько автомобильных номеров. В настоящее время Идрисов объявлен в федеральный розыск. Около полутора тысяч коробочек с жевательным табаком обнаружено на Маграмкенском таможенном посту. Незадекларированный товар, общим весом более 45 килограммов, находился в багажном отсеке транспортного средства под управлением гражданина Азербайджана. Незаконно ввозимый товар изъят и направлен на экспертизу. По данному факту рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении. Как один удачный кадр привел ветеринара из горного края к вершинам самой высокогорной страны мира. Врач из Махачкалы Амар Пакалов стал победителем всероссийского фотоконкурса «О высоком». Благодаря российскому изданию всемирно известного журнала National Geographic ветеринар получил известность и выиграл поездку в Непал. Об истории красивых кадров и впечатлениях после необычного турне он рассказал нашему корреспонденту Алине Багиловой. Неожиданным путешествием в Непал обернулся для Амара Пакалова живописный кадр, запечатлевший перегон овец на летние пастбища в горах около родного селения Чох. Впечатления от поездки в одну из самых высокогорных стран мира по словам ветеринара просто невероятные. Программа у нас была очень насыщенная и все эти 7-8 дней нас сопровождал гид и предоставили автомобиль, ну а водители и гид. Это не была какая-то групповая поездка, это индивидуально. Ну в моем представлении Непал это горы, были горы, думаю, ну горы, горы, Дагестан, вижу горы. Ну оказалось на самом деле такая разнообразная страна от субтропиков до ледников. Амар успел полюбоваться не только прекрасными видами гор, необычной архитектурой и яркими костюмами местных жителей, но и диковинными животными в национальном парке Непала. Поездка была насыщенная, плавание на каное по реке с крокодилами, сафари-тур на джипе для встречи с безобидными оленями и опасными бенгальскими тиграми. И главное, все это нужно было еще успеть запечатлеть на свой фотоаппарат, где каждый кадр остался приятным воспоминанием. Носороги были с дичонышами, две семьи светили, потом олени, пятнадцатые олени и дикие кабаны. Ну живности очень много и у них этот парк, он очень огромен и его охраняет армия. Удивило Амара и сельское хозяйство Непальцево. Точнее, то, как красиво и умело удается им выкраивать клочки пахотной земли даже на крутых склонах самых высоких гор в мире – Гималаев. Там у них, конечно, и агрокультура очень развита, и террасное земледелие. Думаю, как будто в Дагестане побило. Если не апельсины и пальмы вокруг, то ощущение, что где-то с гунибой с чехой гуляешь. Казалось бы, горы – это единственное, что объединяет Непал и Кавказ. Но, как оказалось, наш прославленный поэт Расул Гамзатов неоднократно посещал эту страну, где были написаны две поэмы, которые переведены и на непальский язык. Там, в высокогорном поселке в честь поэта установлен бюст мастера слова. Там бюст Расулу Гамзатову, который был обнаружен на высоте около 2000 метров, который, можно сказать, смотрит на Гималайя. По словам Пакалова, непальцы – очень добрые и приятные люди со своей первозданностью и самобытностью. Впечатлило то, что вроде люди живут не в роскоши, не в такой богатой атмосфере, и не шикуют, но при этом они все счастливы. Я не знаю, это какое-то духовное познание их или что, но люди не озлоблены, люди живут. Алина Багилова, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ «Махачкала». Стали известны сроки завершения реконструкции главной площади Махачкалы. Уже в марте этого года все работы на центральной площади столицы планируется завершить. Сейчас там выкладывают 11-й по счету мозаичный национальный ковер. Всего таких ковров будет 14. На следующей неделе начнется укладка остальных трех ковров. Также на некоторых участках площади будут заменены ранее уложенные плиты, которые были повреждены во время наезда спецтехники. Футбольный стадион построят в Ботревском районе. Это будет открытый спорткомплекс, где будут размещены беговые дорожки, трибуны, электронное табло и административное здание. В настоящее время власти республики объявили торги для выбора подрядчика. На строительные работы будет выделено 144 миллиона рублей. Сдача объекта запланирована на конец 2020 года. Это была вся информация на сегодня. Удачных вам выходных. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин